Продолжение следует... 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 и ниже в тибетском сказано что он драгоценность исполняющие желание на темени извините исполняем просто драгоценность на темени а на монгольском написано что эта драгоценность исполняющие желание но это единственное небольшое различие и здесь возникает вопрос в этой надписи здесь сказано что возведенного повелением но интересно становится чьим же повелением он был возведен и в принципе на то чьим повелением он возведен указывается в лундыне самого восьмого богдой гена в монгольском тексте который говорится о том что он спустился с ухавате по повелению далай ламы а в следующем обзайце этого же лундына сказано что он пришел по приказу богдо эзена но под богдо эзеном скорее всего подразумевается чингисхан таким образом богдой ген ведет свою власть так сказать ведет преемственность своей власти отдала и ламы и светскую власть отдала и ламы и и религиозной власти отдала и ламы и светскую от чингисхана но если вы посмотрите на саму печать то вы увидите что сверху по бокам этой печати а также сверху также находятся какие-то надписи и так как у нас не было достаточно хороших изображений со всех сторон этой надписи я лишь могу предположить что они повторяются они повторяя те же надписи что расположены на по бокам и наверху серебряные надписи печати богдой гена то есть печати о светской светской власти но и здесь написано что на золотой печати есть другие надписи например шашин маш маш тунгалак то есть совершенно чистая религия и прочее но вот о том что написано на серебряной печати мы поговорим позже необходимо сейчас только помнить о том что скорее всего надписи одни и те же ну и если вы посмотрите на эту печать то видно что посередине находится 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 знак сайомба и все печати того периода времени то есть как печать супруги богдой гена так и многих его министров все эти печати были сделаны одинаково то есть центре находился этой печати знак сайомба и вокруг справа и слева находились надписи обычно на монгольском только на монгольском и этим они отличались от государственной печати на нефрите сделаны нефритовой печати серебряная, о которой я сегодня буду говорить. Но для примера давайте посмотрим следующий слайд. Это супруга Букдоги Гена Циндин Дон Докдула. И вот если вы посмотрите, вот это вот ее печать, здесь тоже видите надписи также сверху и по бокам. И вот здесь неодзеркальная надпись на монгольском, тоже в центре находится Сойомбо. И справа и слева надпись на монгольском. Она интересна сама по себе, потому что она схожа с той надписью, которая будет позже показана на серебряной и нефритовой печатях. Здесь говорится, что надпись на печати супруги Букдоги Гена, печать матери Дакени государства, это ее титул, приумножающий соединенные религиозные и светскую власть. И вот, собственно, мы переходим сейчас и прошу прощения, мы переходим к мы переходим к надписям, к другим печати, о которой я хотел бы сегодня говорить, но у меня не было печати, извините, фотографии лучшего качества, но вот то, что есть. Это та самая нефритовая печать, о которой мы говорили. Вот она в более крупном изображении, вот вы видите ее надписи, которые содержатся, и эта печать, она довольно известна, то есть это, так как она была печатью монгольского государства, она помещена также и на памятник государственной печати Монголии, который расположен в центре Ламбатора, в северном саду Дома правительства Монголии. Ну, позади Дома правительства, кто был, наверное, в этом садике, находится памятник с разными печатями, и в частности, вот здесь вот слева находится эта печать, вот ее фотография здесь поближе, и вот если вы посмотрите, слева находится текст, который написан на Сайомбу, это текст, о котором я говорю. Ну, и здесь необходимо сказать о том, кто изготовил эту печать. Эту печать изготовил Лама, которую звали Харгарт, то есть чернорукий Лама Лусангамбу из Вангай Аймака монастыря Зумхури. Ну, вот здесь вот Вангай Аймака – это подразделение монастыря Зумхури, восточного хури или восточного монастыря. Если вы посмотрите на карту 1913 года Улан-Батора, то вот вы видите вот этот монастырь Гандан, где он сейчас и находится. Собственно, вот это вот и есть Дзумхури. Дзумхури, или так сказать, восточный монастырь, он подразделялся на разные аймаки, то есть на разные подразделения или, так сказать, землячества. И в землячество Вангай вот этот Лама Лусангумбо, чернорукий Лусангумбо был монахом, ламой из этого аймака, то есть из этого землячества Вангай. И здесь интересно, ну, на секунду остановимся, интересно посмотреть на эту карту Улан-Батора, потому что здесь вот вы видите, за рекой находится на юге дворцы Бокдо. Вот дворцы Бокдо, здесь вот посольство России, белые здания. А это вот тот самый Маймачен, китайский торговый городок. Ну и здесь, если подняться на гору Бокдоула, то можно увидеть Манджуши Хи. Ну и вот тот самый монастырь, о котором мы говорим, Дзунхуре, остатки его, то есть какая-то часть сохранилась и сейчас, находится недалеко от иностранного общежития, общежития для иностранных студентов Муиса, в котором мы в свое время проживали во время обучения там, во время курса по языку. Ну и вот, собственно, мы переходим сейчас к печатям. И здесь, прошу прощения, что-то пошло не так. Здесь, собственно, вот она, вторая и третья печать. Это государственная печать из белого нефрита. Ее размер 8,5 см на 8,5 см. Рукоять выполнена в форме кинтамани, драгоценности, исполняющей желание. Ее вес составляет 5 кг. Ну и, как вы видели на предыдущей фотографии, у нее специально была шкатулка, ларец, в котором она хранилась. И эта печать, как вы видите, ей делали оттиски красными чернилами, она прикладывалась на очень важные документы, манифесты и прочее. Ну вот и третья печать, о которой мы с вами говорили, если вы посмотрите, если вы посмотрите, вот она, той же серебряная печать. Она несколько больше размером, нежели нефритовая печать. Все эти печати хранятся в монгольском государственном казначействе. И она размером на полтора сантиметра больше нефритовой печати, ну и вес ее, соответственно, несколько больше. Она весит 5 кг, 890 кг, то есть почти 6 кг. И надписи здесь следующие. Ну вот, если мы посмотрим сверху, начнем давайте с верхних надписей. Здесь вот написано Шашин Маш Тунгалак, о чем я уже говорил, то есть совершенно чистая религия. По сторонам там написано совершенно крепкое государство на монгольском языке. И на переднем торце печати, ну вот если вы посмотрите сюда, написано Тенгар, а на противоположной стороне, которая нам не видна, написано Дельхи, то есть, ну, можно перевести как земля. И если соединить эти надписи вместе, то получается, а также, извините, на верхней поверхности, спереди и сзади рукоятки, вот здесь вот и там вот на задней стороне, рядом с этими надписями находится, написано Энх, что значит мир, и Тювшин, что значит спокойствие. Таким образом, эти слова составляют две наделенные глубоким смыслом фразы «мирное небо» и «спокойная земля». Ну вот на золотой печати, которую мы видели прежде, по всей видимости, надписи повторяются, они совершенно такие же. Ну вот, собственно, само клише этой надписи, как я уже говорил, они совершенно одинаковые. И также на этой серебряной надписи есть и другие слова, то есть, там написано, например, «в год беловатой свиней всеми возведен». То есть, это указывает на тот год, в котором, в который Богдюген был возведен на трон. И вот эта надпись, она нанесена на верхнюю часть этой печати. Ну и, собственно, давайте посмотрим теперь отзеркальное клише. И здесь у нас три надписи. Вот эта надпись на санскрите, эта надпись на монгольском классическом и эта надпись на квадратном письме Пагбалама. Мы разберем их справа налево в этом порядке. Ну и первая слева надпись из двух столбцов сделана квадратным письмом Пагбаламы на тибетском языке. И здесь написано «Тэнси Сунджель Дэнджеги Юдэн Дэгялпой Тамка», что переводится на монгольский в следующей строке. И смысл этой надписи следующий – «Печать, держащего вместе религию и государство, солнечно-светлого владыки царя». Ну и здесь «Держащий вместе религию и государство» – это титул Богдюгена после интронизации в качестве Богдюхана. И образцом для такой традиции объединения духовной и светской власти в руках одного теократического властителя, очевидно, служил Тибет, правителем которого являлся Далай-лама. Следующий титул – это «Солнечно-светлый», то, что на монгольском звучит как «Нарангерилт», то есть тот, кто обладает солнечным светом, ну, собственно, солнечно-светлый. Это одна из титулатур Богдюхана. И, собственно, титул Богдюхан был получен цинским императором Хутайджи от монголам. И таким образом, то, что вот здесь Богдюгена называют Богдюхан, означает возвращение от манчжуров преемственности власти монгольских великих ханов прошлого джидунтамбе. То есть, таким образом, квадратная печать явно является, квадратное письмо, это надпись на квадратном письме, явно аллюзия на династию Юань на то время, когда юаньские ханы, монгольские ханы правили всем Китаем. Надпись на монгольском письме указывает, то есть, явно отсылает нас к власти Чингисхана, к власти чингисидов над всей огромной монгольской империей. Ну, и, собственно, надпись на санскрите отсылает нас к Индии. И здесь вот сам выбор видов письма, языков на печати не случайен. Санскрит подразумевает индийские коннотации, на которые также указывают и титул Бугдугена, многими возведенный, и является переводом, собственно, титула Махасамата, первого царя этого мира по индийской традиции, от которого в буддийской истероографии Тибета и Монголии выводится генеалогия тибетских царей и рода Чингисхана. Ну, и как же письмо Сайомба было выбрано, чтобы показать, что после первого Бугдугендургегена, во время его восьмого воплощения, Монголия стала независимым государством, и надпись квадратным письмом Пагба-Ламы является воплощением великой силы, древней династией Юань, а две строки, записанные этим письмом, являются символом того, что власть Чингисхана ведет свою преемность не только от цинских, но и от юаньских императоров, следовательно, от Чингисхана. Ну, и надпись на вертикальном письме, монгольском письме, является символом правления монгольских ханов, начиная от самого Чингисхана, так как восьмой Бугдугендурген, здесь очень интересно, был воплощением Чингисхита Дзанабазара, сына Тушетухана Гумбудорджи, то есть он ведет свою линию преемственности от сына Тушетхана, так как является его перерожденцем, и поэтому первый имел кровные права на монгольский трон, и таким образом восьмой Бугде, хотя по происхождению он являлся тибетцем, так как он является воплощением сына Тушетхана Дзанабазара, он тоже может претендовать на кровные права на монгольский престол, так как он перерожденец Чингисида. И теперь рассмотрим надпись на письме Сайомба, она начинается со знака Бирга, вот вот видели, это тот самый знак, который помещается, помещался на все печати, собственно и сейчас на государственной печати он тоже, на многих из них он встречается, означающий начало надписи и представляет собой восемь, вот эта надпись представляет собой восемь горизонтальных строк по три слога каждой, ну вот вы можете видеть, вот они раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь этих строк по три слога в каждой, но вот если вы посмотрите, то здесь вот смотрите, эти слоги складываются в следующие слова, которые будут представлены в следующем порядке, сперва идут слоги на печати, как они там написаны, затем санскритский эквивалент в общепринятой транслитераций и тибетский эквивалент, потому что по всей видимости, как мне кажется, эта надпись была первоначально написана на тибетском, затем с помощью тибетских фаворей она была переведена обратно, она была переведена на санскрит и затем записана уже письмом Сайомба. Ну вот если вы посмотрите, здесь вот написано шасана, таким образом это скорее всего санскритское слово шасана, что означает учение Будды, религия, далее здесь написано в следующей строке бувана, что скорее всего соответствует санскритскому бувана, что значит бытие существования, сразу оговорили, что надпись не совсем верная, я в конце статьи предлагаю свой перевод и также перевод одного из преподавателей, старших преподавателей Центрального университета высших тибетских исследований в Индии, Пемпадорде, и поэтому здесь она сделана несколько, то есть здесь есть лексические ошибки, как мне кажется, я об этом буду говорить чуть позже. Дальше здесь написано ругам, но скорее всего это не ругам, должно быть югам, но если вот посмотрите, здесь видите треугольничек, то есть это определенно ру написано, хотя скорее всего должно быть югам, потому что это пара. И если мы посмотрим на слова, составляющие эту надпись, то сразу же понятно, что этот перевод тот же самый надписи на монгольском и на тибетских языках, но перевод выполнен был несколько неверно. Дальше написано сахита, что скорее всего санскритское слово сахита, что соответствует тибетскому джель, связанный с сопутствуемой или сопровождаемой. Дальше идут два слога тхара. Тхара это соответствие тибетскому дзин, то есть держащий, то есть ну собственно тот, кто держит вместе религию и светское правление. Ну и вот здесь тихо, это скорее всего ошибка, должно видимо соответствовать тибетскому вот этому чец, что значит держащий. Это глагольное окончание третьего лица, единственное числа, то есть я думаю, что здесь оно не нужно. Дальше хетти, это перевод солнечно-светлого, этого титула Бугдугигена. Ну и хетти, это значит по-тибетски ньюэджен, то есть это есть слово попадается в одном из тибетско-санскритских словарей, о которых я буду говорить. Это луч солнца, свет, сияние. И здесь вот ри, по всей видимости, ошибочно пытались перевести это слово тен, обладающий. Но вот ри, оно в принципе, ну так нельзя, я думаю, перевести. Дальше надо было перевести слово владыка, его переведили словом ная, должно вот здесь вот видите упущен, долгота, то есть должно быть не ная, а ная. Это владыка-предводитель, скорее всего, соответствует тибетскому слову дже. И раджа-сра, но здесь, если вы посмотрите, здесь вот видите, снова стоит треугольничек, и это скорее всего тоже ошибка, это не раджа-са, должно быть раджа-ся, то есть это, и опять же упущенная долгота, то есть это Раджасия, то есть это кого-чего, царя. И мудра, ну, соответственно, все вы, наверное, слышали, есть такой термин Махамудра, Великая Печать, но вот здесь вот мудра, единственное, опять долгота утеряна, должна быть мудра, то есть это печать. Таким образом, понятно, что это перевод на санскрит этой надписи, которая была сделана и на тибетском, и на монгольском. Ну и, собственно, я сейчас перейду тогда к разбору. Таким образом, на санскрите данная фраза выглядит так. Это вот шасана, бутана, югамса, хита, дарати, хитирина, раджаси, мудра. Ну, на самом деле, здесь, конечно же, присутствуют ошибки, и ошибки здесь можно выдалить три вида этих ошибок. Это описки, допущенные во время изготовления печати. В некоторых случаях вместо долгих гласных написаны короткие, как я уже говорил. Например, в слове шасана, учение Будды, религии, записано шасана, то есть с короткой а в первом слоге. В слове мудра во втором слоге должна быть долгая а, написано короткое. В слове раджаси в первом слоге долгота опять утеряна. И иногда неправильно записаны сами слоги. Например, вот в слове югам, как я уже говорил, вместо ю написано ру. И, вероятно, это ошибки, которые были допущены мастером, делавшим печать. Ну, я думаю, что наверное, мастер, изготавляющий печать, был не очень хорошо знаком с письмом Сайомбу, потому что оно, по всей видимости, не пользовалось высокой популярностью в Монголии. И, видимо, вследствие этого ошибки были допущены, потому что слоги «ра» и «я», например, они очень схожи. То есть в одном случае это треугольничек, а должен быть не треугольник, а полукруг. Вот как здесь, видите, вот такой полукруг. Ну и вполне возможно, что мастер, выполнявший эту надпись на печати, он ошибся. То есть, скорее всего, Лосангумбо, Харгард Лосангумбо, видимо, допустил небольшую ошибку. Следующее – это лексические несоответствия. Но вот, скорее всего, для поиска эквивалентов был использован санскритско-тибетский словарь, использованы санскритско-тибетские словари, как, например, есть такой словарь, который называется «необходимые санскритские слова с тибетскими терминами, составленными в афавитном порядке. Ожерелье из удивительных драгоценных камней». Этот словарь, который был создан известным тибетским ученым и политическим деятелем Докар Шабжун Цирим Вангялом, который жил в 1697-1763 года. То есть, может быть, этот словарь, может быть, какой-то другой, неизвестно. Но вот это слово, о котором я говорил, хити, было, мною было найдено именно в этом словаре. То есть, может быть, это был ряд словарей, которыми пользовался автор для того, чтобы перевести эту надпись на санскрит. Но и здесь встает вопрос, почему он выбрал это слово хити, например. Почему не какое-то другое, более общепринятое, более известное слово? Потому что здесь ему необходимо было уложиться в этот небольшой, в этот небольшой размер, то есть в этот размер клише. Как вы видите, эта надпись состоит из трех рядов. Монгольская и тибетская состоят всего-навсего из двух рядов. Санскритская, он вынужден был сделать ее из трех рядов. То есть, она занимает больше места. И, в принципе, это, наверное, также является и той причиной, почему вы видите, вот здесь эта надпись, она даже выходит несколько за рамку клише, то есть выходит за рамку, в которой помещается надпись. И это, кстати, была одна из жалоб на мастера. Она заключалась в том, что он сделал надпись, которая выходит, собственно, за рамку этой надписи. И он дал очень красивое объяснение, почему он так сделал. Он говорил, что это указывает на то, что в будущем границы Монголии будут расширяться и так далее. Но другой претензией к этому мастеру было то, что он ее очень долго делал. Об этом гласит легенда, что он три раза переселялся, пока он делает эту надпись. Но не буду об этом говорить подробно. Вернемся к нашей надписи. И здесь вот некоторые слова, ну вот, например, здесь некоторые слова, они, но дхарати не должно быть так, здесь должно остаться было просто слово дхара, здесь вот ти совершенно не обязательно. Ри не может, я не смог найти это соответствие ни в одном из словари. Каким образом вот это вот тибетская чен, то есть обладающий, было переведено на санскрит как ри. Ну и выбор ная для перевода владыка-предводителя, как мне кажется, не очень хорош. Как бы там ни было, здесь также просматривается ошибочное использование окончаний и суффиксов. Но при переводе держатель, к слову, тхара, как я уже говорил, присоединено окончание ти, которое представляет собой глагольное окончание. Для настоящего времени третьего лица единственного числа. И в то же время, то есть это должно было быть тхарати, то есть держать ти. А его попытались сделать, ну вот, держащим. То есть, ну здесь неправильно используется окончание. И к нему еще присоединили, вот здесь вот вы видите, здесь к нему присоединили придыхание, висарг. То есть там стоит висарг. Эта висарга не нужна здесь, потому что это показатель для третьего числа. То есть к тень невозможно присоединить вот это придыхание, вот этот висарг, указывающий на третье лицо единственного числа. То есть это невозможно. Ну, по всей видимости, у мастера, который изготавливал эту печать или того, кто составлял эту надпись, были какие-то знания о санскрите, однако они были недостаточны, поэтому надпись получилась не совсем верная. Ну и вот я уже говорил, что о происхождении этого слога ри, который должен обозначать обладающий, тоже не совсем понятно. Понятно, что мастер пытался перевести монгольское ту или тибетское тен, обладающий, но вот он сделал это каким-то суффиксом ри, который непонятно откуда берется. Ну и таким образом можно сказать, что надпись на печати Бугдуйгена выполнена письмом Сайома с некоторыми ошибками, перевод надписи на санскрит был сделан местами неверно, и для перевода использовался метод механистического подставления с использованием глоссария или словаря. Как же могла бы выглядеть правильная надпись на санскрите? Ну, конечно, здесь, возможно, масса вариантов, потому что можно, как вы знаете, санскрит полисемичен, то есть одно слово обладает, может передавать огромное количество смыслов, говорят иногда десяти, пятнадцати, и, соответственно, одно, многие слова могут обозначать один смысл, и один смысл может быть обозначен многими словами, поэтому вариантов может быть очень много. Но вот и самыми простыми, и буквальным вариантом надписи, ну вот это мой вариант, здесь мог бы быть такое, но тхарма это, собственно, тхарма, и раджи это царство, это царствование, то есть царская власть, ну и, соответственно, получается, тхарма, раджи, югма, югма, югма это значит союз или соединение, то есть получается вот тхарма, раджи, югма, и тхара это тот, кто держит, то есть держатель светской и религиозной власти, сурья прабхавата, сурья прабхавата это было бы вот, собственно, тот, кто обладает светом солнца, солнечно-светлый, прабху это было бы владыка. Прабхураджа это царь-владыка. Но был такой термин, он использовался к некоторым правителям некоторых областей Индии, Прабхураджа. Ну, я думаю, его вполне можно было бы использовать. И мудра можно было бы так и оставить, то есть, соответственно, получается печать. Я обратился к Пемпадарджи, доценту Института высших тибетских исследований, с просьбой сделать его вариант такой надписи. Я отправил ему тибетский вариант. Ну, собственно, его вариант не сильно отличается. Если посмотреть, здесь он тоже. Тхарма Раштра. Раштра – это государство. И вот Тхарма Раштра, ну, видите, это другое слово было использовано им. У меня, например, Раджи, а у него Раштра. Тхарма Раштра, Югма, собственно, то же самое слово. Тхара, так же, как и у меня. И Махараджа, то есть, он вместо Прабхураджа, которое должно было бы обозначать Богдохана, то есть, слово Богдо, он вместо этого использовал Махараджа. Но это не совсем верно, потому что Махараджа – это великий царь. А здесь у нас речь идет о Богдо-хане, то есть, хане-владыке. Ну, и, собственно, Мудра, он так же оставил для перевода этого слова, он оставил, для печати он оставил то же самое слово. Ну, и, как я уже говорил, возможно, множество вариантов перевода этих строк. И это не то, чтобы призыв к тому, чтобы что-то где-то исправлять, это просто исследование относительно этой надписи, потому что, насколько я знаю, эта надпись на этой печати, она не была доселе прочитана на санскрите или интерпретирована на санскрите. Ну, и поэтому, собственно, меня это заинтересовало, и я сделал такой перевод от этой надписи. Ну, в принципе, на этом мой доклад завершен. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо. Бемба, спасибо, хороший доклад. Было интересно, слушали. Только я хотел бы добавить или там немножко такое замечание. У меня есть претензия на перевод этого санскрита, на печати Богдхана. Единственное, хотели добавить, что на перевод санскритского санскрита печати Богдхана, что там на канжи то же самое говорится, что великий хан, Идзин хан в монгольском языке, империатор. И вот на монгольском языке всегда мы когда титул Богдхана говорим, всегда говорим, что это Идзин хан, а не простой или там голова, там религия, там другими словами говорим, вот про Богдхана про одиннадцатый год. Это первое. Второе, когда вы сказали, что вот золотой печать Богдхана дано ему, возведем по повелениям кого у вас говорится, что как бы Чингис ханом или там вот так говорили вот неопределенно. И золотой печать Богдхана ему поведено указом его же в 1915 году. Это есть в книге, в моем книге Богдхана под редакцией вишнл на русском языке Сергея уважаемого Сергея Левиевича Кузьмина. Вот книга вот здесь. Смотрите эту книгу и страница 153. Там есть указ Богдхана самого 15 года. Там было ряд причин. Самая существенная причина это Богдхана вот когда маленький 1874 году первый раз приехал в Монголию и 1875 году ему дарили по мандюрскому императору золотой печат. А вот на этот раз как раз Монголия стала независимой государством и пришлось надо было чтобы как бы по решению по указу императора независимого государства Монголия возведен был золотый печат Богдхану самого. И как раз указ был дан и его же указ ему же. И здесь говорится, что я как царь старший буду руководить государством, а вы будете решать дела религиозные дела решать золотой печатью указа 1915 года. Это как раз перед тверей Картинского соглашения 1915 года. Это мое замечание. Спасибо. Еще вопросы? Раиса Николаевна? Спасибо большое Бэм за очень интересный доклад. У меня может быть и больше вопросов, но я хочу спросить вас такой может быть наивный вопрос. Была ли печать в руках 9-го Багдога Гена как символ его духовной власти? Это раз. Второе все-таки почему так много было печатей? И это тоже интересно. И вы сказали, что все они хранятся в казначействе. А последний вопрос. А можно разъяснить слово Сойомбо? И все. Спасибо большое за доклад. Отвечая на первый вопрос, я подозреваю, что наверное да, я думаю, что Бугдюйген посещал казначейство, и я думаю, что он своими руками притрагивался к этим печатям, однако я не могу этого утверждать достоверно, потому что я не могу сказать, не видел такого, не видел такой информации в каких-либо источниках, но я верю в то, что наверняка это было, наверняка это произошло, потому что, как вы знаете, он стал духовным главой Монголии, его стихот Бугдюйген сразу же говорил о том, что он не претендует на светскую власть, но тем не менее он был духовным главой Монголии и ему были показаны многие из тех вещей, которыми обладал его предыдущее воплощение, так что я думаю, что это вполне возможно. Второе, почему такое множество печати? Ну, первая печать, как я уже говорил, это религиозная печать, а вот эти две государственные печати, их было две, потому что первая использовалась только в очень важных случаях, то есть для важных печатей, для важных оттисков, для больших документов и так далее. В повседневной же работе, когда необходимо было делать оттиски на менее важных документах, как мне кажется, по всей видимости использовала серебряная печать. Но здесь необходимо понимать, что нефрит, какой бы он не был крепкий, он довольно хрупкий материал, поэтому я думаю, что, собственно, серебряная печать была сделана для частого использования, а белая печать или нефритовая была использована для церемониального использования. Ну и отвечая на третий вопрос, это так произнесенный санскрит. Сойомбо это Своямбху это самопроявленное, то есть это самопроявленное письмо, так его назвал Бугдюген и первый Бугдюген Занабазар и оно известно в Монголии под этим названием Сойомбо. Еще вопросы Хочу вас тоже поблагодарить за прекрасный доклад, Бембео Леонидович, доклад прекрасный. Очень удачно вы соединили здесь именно исторический анализ с лингвистическим, причем в очень далекой ретроспективе через Монголию, восстановившую свою независимость, затем через Тибет и в Древнюю Индию. И в общем это очень интересно и логично было бы. Конечно, вот тут к вам и, наверное, к уважаемому коллеге Бацайхану вопрос о том, что дальше проанализировать более детально характер использования этих печатей. Когда, при каких обстоятельствах они использовались, общие сведения известны, но поскольку это официальные печати, было бы интересно, конечно, посвятить этому специальное детальное исследование. Но я выражаю здесь не более, чем свое личное суждение. Благодарю вас.